Дерби Но были люди, которые вообще не мучились по поводу лишнего билетика В день военно-морского флота моряки были уверены, что на игру попадут в любом случае Даже несмотря на то, что граждан под шофе на стадион не пускали Неизвестно, получилось у ребят или нет, но мы решили сами попробовать купить билеты Для этого попросили нашего звукоинженера и девушку-стажера выступить в роли покупателей Естественно, в качестве влюбленной парочки, но эта идея девушке не понравилась В общем, брат и сестра пошли в народ А билетов нет больше? Ц-2 Ц-2, а сколько стоит? Ц-2 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 На D6? Нет, нам на C нужно. На C нет ни у кого. А сколько на D6? Не один только. А один остался. Нет, нам два нужно. Билеты были, но очень мало и очень дорого. Выводы пусть делают те, кто отвечает за их реализацию. Но сдается, что билеты у перекупщиков были, есть и будут. Если кто не согласен, могу поспорить. Давайте все же к игре. Чисто вымытые автобусы, опаздывающие болельщики и среди них Ковач. За кого будет переживать Спартаковец, понятно, но вот за кого будет играть, неизвестно. Легионеры активно ищут работу за границей. Те же, кто вышел на стадион, думали только о том, как выиграть. Ничья вряд ли кого-либо устроила бы. Зика в костюме, а Карпин в счастливой рубашке. Их у него оказывается много. Рубашка счастливая, ясно. Да нет, другая. Та без кармана была. Все счастливые? Рубашки? Да. Ну, если так будут играть, то будут все счастливые, да. Первые 23 минуты очень интересные. Сумасшедший удар Шембереса и, как говорится, вынимай пятнистого. Кто же знал, что, по сути, это будет самым метким и единственным выстрелом по воротам со слона Джанаева? Ну, так, да. В основном там один удар отбок, когда забили голову, все, атака. А дальний удар еще был во втором тайме? Ну, так. Товарищ Алекс в очередной раз доказывает, что для него нет сложных задач, когда он выполняет штрафной. Бросок от Кенефеева лишь немного изменил траекторию полета. После гола на поле осталась только одна команда. То, что вытворял Спартак с ЦСКА, армейскому болельщику вряд ли в самом страшном сне приснилось бы. А Фидун после матча не скрывал, что соперникам просто повезло. Если в прошлом году мы выиграли, так сказать, на безумном упорстве и какой-то степени на удачу, то вот раз видите, удача от нас абсолютно отвернула, потому что оно три раза попадает в штангу, имеет дюжину моментов. И все шло к тому, что вообще-то счет должен быть как в матче дублеров. Напомню, дублеры Спартака выиграли 5-1. Второй гол Краснобилы забивает Туриса Стандарта. На этот раз расстояние ближе, да и стеночки нет. Алекс оформил дубль и отправился к болельщикам. Ковальчук, великолепно сыгравший в матче, дарил надежду ЦСКА, получая вторую желтую карточку. Казалось, вот он, переломный момент в матче. Но армейцы играли так, как будто у них игрока удалили. Я так тоже подумал. Обрадовались? Да. А теперь внимание, момент, который вызвал вполне резонный вопрос, почему последнего защитника в этом эпизоде играл Вагнер Лав. Вроде и стандарта у ворот Спартака не было. В общем, право, оказывается, был Карпин, предсказывая результат. Но вот со счетом он не угадал. Я победу предсказал, только я, честно говоря, подсказал 4-1 в игры. 4-1, ну, если бы забили половину моментов, то было бы 4-1. Нескромно окажется, нет? Нескромно, я поэтому никому и не говорил перед игрой. Я кому-то говорил, но не вам, естественно. Я думаю, что Карпин был намного ближе к правде, потому что сегодня у Спартака столько было моментов, что два гола, которые они забили, это была просто мелочь какая-то. Неизвестно, сколько выходных получили победители, но проигравшим Зика дал два дня отгула. Ему виднее. Единственное, что обидно, дерби как такового не получилось. Из-за красно-белых фигур, красно-синих не было видно абсолютно. Мурат Латипов, Иван Попов, Вячеслав Ширинкин. Футбол России. Футбол России. Футбол России.